Всем привет народ, с вами Забавон и сегодня в этом обучающем видео я хотел бы вам подсказать, как выживать на паблике 7 days to die. Итак, после встречи с друзьями на сервере у вас не остается времени для сбора каких-либо ценных ресурсов, так как вся местность будет кишать зомби и голодными игроками. Вообще, хорошая бы идея отстроиться, но из чего, если у вас нет материалов? Поэтому предлагаю вам сделать себе каменную лопатку и вырыть где-нибудь подземную хатку. Да-да, вы не ослышались, землянку. И я разработал три типа таких землян. Первый тип является неудачным и сильно палится. Второй тип вроде крутой и не палится. А третий тип вообще находится внутри скальной породы. Что ж, давайте рассмотрим все три типа детально. Итак, первый тип хатки называется палящийся. Минус 7 days to die на данной стадии в том, что новообразованная земля, которую поставил игрок, она не принимает текстуру окружающей местности. В итоге она становится ярко заметной даже на огромной дистанции. Но давайте посмотрим, что же тут внутри этой стрёмной хатки. Приседаем. Здесь мы видим таксозаземленную насыпь или трап, по которому можно подниматься в присядочку и вылезать из нашего импровизированного недобункера. Здесь мы видим опоры, которые распределяют вес. Дополнительный деревянный потолок позволяет нас слишком быстро не разгриферить. Так что в целом это плюс. Здесь имеется дверь и смотровое окошко, которое позволяет нам поглядеть, кто же залез к нам в хатку, зомби или игрок. Но какая нахрен разница, когда в тебе уже стукают в дверцу. Так что затея с окошком она провалит. Шастаем мы по кустам, шастаем и особо ничего не видим. И вдруг, бац, если приглядеться, обнаружим люк в землю. Нет, это не Джон Лок нашел бункер в лосте. Это наш второй тип хатки. Залезаем. И что же мы здесь видим? В принципе, вся та же самая структура и ничего нового. Единственное, только два типа распределителя верхнего веса. Это арка из Майнкрафта, которую можно ставить из земли, они обвалятся. И это ребра. Специально вмонтированные полонки, которые распределяют вес и очень эффективно справляются со своей целью. Есть четвертый тип арки. Это вводная, как я ее назвал. Она вводится между первой аркой и второй. И дополнительно удерживает вес. Тоже круто. И своей цели она достигает. Здесь есть окошко и вход. Все материалы можно апгрейдить. Зону можно расширить как угодно. Как видите, что и в первой, что и в второй ходке ограничение это камень. Потому что вначале мы не имеем кирки, чтобы его раздолбить. Но, как видите, земляного покрова хватает нам с них вой, чтобы спрятаться от враждебных глаз. Помни, мой юный падаван. Когда ты вылез по лестнице и перед тобой стоит люк, закрой его. В итоге ты вылезешь, просто прыгнув на него. Все же просто. И зачем подхертить? В чем? Ну и наконец, это в скальной породе. Однако у него свой минус. Тут нужна опять же кирка. Когда мы видим нубов, они бегут к своей цели. И не обращают внимания на какие-то кустики с невидимыми хатками. Или выдубленные породы. Они просто бегут к своей цели. Гриферы тоже. Они ходят, выискивают. Но так уж, чтобы они были супер внимательны на местности, такого не бывает. Люди не роботы. Если приглядеться, можно найти вход в нашу хатку. Конечно же, здесь тоже можно все расширить. И все материалы у нас обновляются. Вроде выглядит неплохо. Ну и наконец, четвертый тип хатки. И самый изощренный. Это пещера. С пещеры можно сделать вообще несколько необычных вещей. Первое. Это завалить весь этот проход землей. Ее никто не найдет. В итоге вся пещера без зомби и без игроков будет в нашем распоряжении. Со всеми ее полезными материалами и со всеми ее фишками. Но минус в том, что иногда найти край пещеры бывает очень трудно. То есть, обратный выход из земли. Пещеры иногда могут еще и остыковываться друг с другом, как в Майнкрафте. И будет довольно-таки трудно найти обратный конец пещеры. В то время, как его могут найти нубы и просто разгриферить нас. Найдя нас в этой самой пещере. Здесь находится у нас уголь. Здесь находится металлическая руда. И если пролететь по пещере дальше, то можно заметить вот такой ништячок. Ништячок очень уж эпический. Не правда ли? Пещера становится огромной. И вот такие пещеры довольно-таки ценно для нас. Так как нам нужно спрятаться в подземелье быстро и надежно. Завалили проход. Пещера есть. Материалы есть. Все есть. Вот площадь для застройки. Хоть на дне оставь полноценный дом из дерева. Круто. Реально круто. Так что уповайте и на нахождение пещер. А не только на рытье. Если вам понравилось все то, что я вам здесь показал, не нужно нажимать лайк. Просто сделайте это у себя на сервере и живите спокойно. Спасибо вам за внимание и до встречи на серверах. Спасибо.